Снесла курочка яйцо. Да не простое, а позолоченное, судя по последним ценам, на востребованный народный продукт. Это вот нереальная очередь стоит за яйцами. Издевательство над людьми. Машина только одна приехала. Чтобы купить десяток яиц немного дешевле, чем в супермаркете, жители Белгорода идут на местный рынок. В пять утра занять очередь. Вот, короче, вторая очередь. Жители Белгорода жалуются, несмотря на множество людей, в эти выходные на рынок приехала лишь одна машина с куриными яйцами. И их хватило не всем. Ранее в соцсетях появилось похожее видео из Саратова с очередью за народным продуктом. Там местные жители аналогично устроили битву за яйца. В магазинах других российских городов продукт также стремительно дорожает. Ну и отдел с яйцами. Все. Магазин «Твой дом». Четыре коробки внизу, три коробки вверху и одна коробочка. У меня шок. За последние три месяца в столице в среднем в два раза подскочили цены на яйца. Причем речь о самом дешевом сорте. Сейчас всех поражает стоимость куриных яиц и мяса птицы. Они значительно подорожали как в Иркутске, так и в других городах России. Этот продукт сейчас занимает первое место в списке подорожавших. Яичный апокалипсис в России образовался из-за растущего курса доллара. Увеличение цен на корма и лекарства для птицы. Ранее их завозили из других стран. По данным Министерства сельского хозяйства, они поднялись за год на 24% и продолжают расти. После введения санкций закупка медикаментов происходит в разы сложнее. Российские же чиновники причиной подорожания называют птичий гриб. Его якобы выявили едва ли не на всех птицефабриках России. И большое поголовье несушек выбыло именно по причине птичьего гриба. Некоторые губернаторы уже предложили россиянам покупать поменьше яиц. Я не знаю, камера передаст или нет. И передаст. Вот такое маленькое прям яйцо. И 106 рублей по акции. Своеобразное решение проблемы нашли власти Белгорода. Там начали ограничивать продажу продукции в одни руки. При этом регион считается лидирующим по производству яиц. Для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по два десятка в одни руки. В соцсетях ситуацию в магазинах и на рынках России сравнивают с 90-ми. Продуктов тогда становилось все меньше, а очереди все длиннее. В то время спасением для простых граждан стала помощь от США. При лавке заполнили так называемые ножки Буша – замороженные куриные окорочка. Сейчас из-за вторжения в Украину подобная помощь россиянам вряд ли будет предложена.